Привет! Современные плоские телевизоры хотя и являют собой вершину промышленного дизайна, иногда толщиной всего в пару миллиметров, но по большей части внешне не отличимы друг от друга. Так же, как на смену миру разноцветных мобилок удивительных форм пришли одноликие черные лопатки смартфонов, так и вместо объемных пластиковых, а иногда и деревянных, тумб телеков прошлого мы чаще всего видим лишь черный монолит большого экрана. Я уже не говорю о том, что и котикам теперь погреться негде. На плоском телеке ими не полежать никак. Поэтому появление на рынке телевизоров, которые больше похожи на дизайнерскую мебель, чем на современный дисплей – событие, мимо которого пройти нельзя. Встречайте! Пожалуй, самый стильный телек в мире – Samsung The Serif 55. На самом деле это уже второе поколение модели. Первая была выпущена несколько лет назад, выглядела идентично, но выпускалась с достаточно скромными диагоналями. В 2019-м же The Serif возвращается с размерами 43, 49 и 55 дюймов и наконец-то выходит на украинский рынок. И вы только посмотрите на этот оригинальный белый корпус на ножках – это же просто неописуемый ретро-шик. Не зря я назвала телек дизайнерской мебелью. Над внешностью с The Serif работали братья Бурлек – культовые личности в сфере промышленного дизайна. Их коллаборация с Samsung явно удалась, на мой взгляд. Само название телевизора Serif переводится как «засечка» – это такие черточки на концах букв в некоторых шрифтах. И если взглянуть на телевизор сбоку, то сразу понятно, что имели в виду дизайнеры. Ведь его профиль – это буква «И» из какого-нибудь Times New Roman. Очень умно. Сам дисплей глубоко утоплен в плавных обводах рамки, и смотрится все это очень интересно. Ничего лишнего, даже логотип компании – светлая, малозаметная надпись. Минимализм продолжается и на задней панели – все разъемы и провода прячутся за крышкой с текстурой под ткань. В Samsung это назвали дизайном 360 градусов. Такой телевизор можно ставить не только у стены, как обычно, а и в центре комнаты ради неординарного интерьера, если, конечно же, размеры помещения позволяют. Он стильно смотрится с любой стороны. Верхняя грань телевизора представляет собой небольшую полку, на которой можно расставить какие-то мелочи и декор. С каким еще телеком пройдет такой фокус? Ну и еще об установке. Понятно, что из-за формы корпуса о настенном креплении можно забыть. И как вы уже сумели заметить, предполагаемый вариант установки – четыре металлические ноги, которые есть в комплекте. В результате The Serif напоминает мольберт художника или доску для обучения. В общем, все что угодно, но только необычный скучный телевизор. Впрочем, можно поставить The Serif просто на тумбу, хотя шарм в этом случае слегка теряется. Сам телевизор далеко не легкий из-за металлической базы, поэтому опрокинуть его сложно, тут можно не волноваться. В целом, выглядит очень необычно, но мне очень нравится. Конечно, установка на ножках по центру комнаты – вариант, который подойдет далеко не для каждого помещения. Но если у вас есть такая возможность – воспользуйтесь. Смотреться будет шикарно. Правда, вы сразу столкнетесь с некоторыми ограничениями. Ну, как минимум, надо будет где-то рядом пристроить розетку. Слава богу, что в телевизоре присутствует кейбл-менеджмент в виде накладки на одну из ножек. Пропускаете кабель питания сквозь нее и никаких висящих проводов. Остается вопрос доступа к портам, ведь чтобы вставить флешку, каждый раз придется снимать фальш-панель. Ну, наверное, не очень-то и надо. Если вы нашли деньги на дизайнерский телек, то иллегальный контент вам точно должен быть по карману. Давайте будем честными, мы все знаем, что вы там смотрите со своих USB. Управляется Зесриф вот таким пультом, функциональность и кнопки у него такие же, как и у пультов обычных QLED-телевизоров, только форма изогнутая. В целом удобно, хотя я все еще скучаю по гироскопу и функции указки из прошлых моделей компании. С внешностью разобрались, давайте посмотрим, что кроется у Зесриф под капотом. Заглянем внимательно под крышку. С разъемами все понятно. Четыре HDMI 2.0, два USB, оптика, слот кам-модуля и антенные гнезда. Обратите внимание, LAN-порта нет, ну понятно, куда еще один провод, только Wi-Fi. Нет и никаких аналоговых входов и выходов. Перейдем к самой панели. В Зесриф установлена QLED-матрица с разрешением 4К и Edge-подсветкой. То есть начинкой он во многом повторяет Q60R из текущего модельного ряда компании Samsung. Соответственно, мы получаем поддержку HDR, стопроцентный цветовой охват и порядка 400 с копейками нит яркости в пиковом режиме. Из-за применения контурной подсветки у Зесриф нет системы локального управления яркостью. Но благодаря использованию VA панели черный цвет тут неплох сам по себе. Плюс белая рамка корпуса визуально повышает контрастность картинки. Такой вот неожиданный плюс от дизайна. Показывает Зесриф в целом очень прилично, а то я уж боялась, что все деньги уйдут на корпус. Яркости достаточно для нормальных условий просмотра. Палитра отличная, цвета сочные, передача динамических сцен на высоте, а встроенный четырехъядерный процессор Quantum 4K отлично масштабирует до Ultra HD сигнал с разрешением пониже. Он же отвечает и за интеллектуальные авторежимы картинки и звука, которые помогут, если у вас нет черного пояса по настройке телеков, как у меня. Как и все телевизоры Samsung, работает Зесриф под управлением операционной системы Tizen. Поэтому смарт-функций тут предостаточно. Вы их и так все знаете, подробно остановлюсь лишь на нескольких. Пару месяцев назад телевизоры Samsung получили поддержку AirPlay 2 для коннекта с Apple-устройствами. Здесь оно тоже присутствует, но Зесриф – первый телевизор компании, попавший к нам на тест, где мы смогли увидеть и официальное приложение Apple TV. Во многом оно заменяет одноименную приставку и позволяет брать в прокат или покупать видеоконтент. Причем выбор огромный – от классики до новейших релизов 4К с HDR. Это если вам не хватает Мегагост Netflix и Google Play, которые тут тоже есть. Но у Apple-ов каталог фильмов значительно больше, да и с переводом из них большинство. Вообще, встроенный Apple TV – отличная штука в особенности для такого стендалон-девайса, как Зесриф, к которому в силу особенностей дизайна лучше ничего лишнего не подключать, а максимально использовать все встроенные функции. И еще о встроенном. Уникальная фишка – Зесриф, которую я не видела еще у Samsung. NFC-метка на верхней полке. Просто кладете сюда любой Android-смартфон и все – он автоматически спаривается с телевизором, и тот начинает выступать в роли огромной Bluetooth-колонки. Это быстрее и удобнее, чем коннектиться вручную. Играет Зесриф, конечно, получше и погромче смартфона, но звуку не хватает басов – все-таки сабвуфера в нем нет. Но Зесриф – это не только произведение мебельного искусства или колонка для музыки. В нем, как и в других QLED-телеках компании, есть режим Ambient Mode. Экран может служить картиной, фоторамкой или информационным дисплеем. Все это вызывается одной кнопкой на пульте и легко настраивается. Даже можно клонировать фон вашей стены на экран вашего Зесриф. Плюс здесь уже предустановлено множество различных узоров и тем, включая парочку эксклюзивных для Зесриф, также от братьев бурулек. Какое же впечатление произвел на меня Samsung Зесриф 55. Это очень необычный, очень стильный лайфстайл телевизор. Вот это я могу сказать точно. Он не для всех. Подойдет не под каждый интерьер и может даже доминировать, если установить его на ножках по центру комнаты. И его сложно назвать рациональным приобретением, ведь к дизайнерскому корпусу прилагается и дизайнерский ценник. Но, если честно, за такой шик даже я бы, возможно, заплатила те деньги, что за него просят. И здравый смысл тут ни при чем – это эмоциональная покупка. Надеюсь, кстати, что мой обзор вызвал у вас тоже только положительные эмоции. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на наш канал – с вами была Ника и вся команда редакции канала Розетки. Пока! Всем пока, котаны!